Мой стих называется «Позитив». Чтобы мыслить позитивно, нужно действовать активно, ведь инертным и ленивым это даже не грозит. Просыпайтесь, пробуждайтесь и скорее собирайтесь. Кто-то в садик, кто-то в школу, на работу, кто куда. А когда вы все придёте в школу, в садик, на работу, оголяйте ваши зубы, улыбаться, начинайте всем везде и без конца. Инструмент для позитива, неленивая актива – это наши губы, зубы, щёки, чмоки, и улыбка до ушей. Под влиянием нашей культуры книги станут бумажным пакетом. Вот находится в макулатуре Достоевский с Ветхим Заветом. Что-то новое, неинтересно. Человеки живут без идей. В тёмном замке уж нету принцессы, для которой слагали хореи, а кругом лишь витают драконы. Всем известного синего цвета нарушают людские законы. Не боятся чёрной кареты, а писатели и фантасты, там, где раньше стояли заводы, в арт-пространстве, внутри арт-пространства, ретро-здание, новая мода. Ну а я вот назвался поэтом. Подводить бы нам надо итоги. Не запомнись я этой эпохи. Для неё я был слишком убогим. И ведь знал же, если простудишь ноги, будет болеть и голова. Сказал что-то не то, и вот уж и боги твердят другие слова. И только попробуй ты мне сказать, что я не права. Я не женщина вам, на моих губах не цветёт алых роз нахальных, а мои глаза пара блеклых ламп, а не звёзды в галактиках дальних. И я не из тех, кто приходит позднее в шуршание платьев бальных. Но я не выношу, когда ты, смирив взглядом, меня от прозрачных волос до ступней, приблизившись, вмиг оказавшись рядом, начинаешь вести нить своих речей. Ты всегда знаешь лучше, не нужно намёков, ребёнком кажусь тебе тысячу лет. Но скоро в губах твоих вместо упрёков окажется пистолет. Орфей спускается в ад в поисках и вредики. Вслед ему люди глядят. Небо пронзают пики в горных хребтов Кемерии. Зачем ты идёшь за ней? Орфея люди спросили. Зачем ищешь свет средь теней? Ищи света в небе синем. Орфей им тогда отвечал. Спускаюсь я в ад за собой. Моя и вредика была, и сердцем моим, и душой. А ты думал, я тоже такая? Что можно забыть меня, и что брошусь, умаляя, рыдая под копыта гнедого камя? Или стану просить у знахарки в наговорной воде корешок, и пришлю тебе странный подарок. Мой заветный душистый платок. Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядом окаянной души не коснусь, но клянусь тебе ангельским садом. Чудотворной иконой клянусь и ночей наших пламенным чадом я к тебе никогда не вернусь. Никто наперёд не знает, кому и кого придётся похоронить. Может, тебе меня, а сам останешься жить, слёзы лить, водку пить, годами не брить седину и так быть, будто ушёл на войну и не вернулся с неё, годами почерневшие от слёз и пота не менять бельё. И считать, что ждать встречи за облаками — это тоже работа. Конечно, если любил её. Я полосатая, белая, вербная, ветка от ветра укрытая, нервная, море в дождях, в непогодах всё пенное, добрая сказка, порой сокровенная, утро страницы полураскрытая, брошена в травах и кем-то забытая, искра отчаянно неуловимая, глаз непокорных, молвою гонимая. Я полосатая чёрная, склонная к следу припасть, заблудиться от вздорного и всё прощать не прощая, поклонное место священное, мной посрамлённое. Сумрак промозглый в долину спустившийся, хлопнувший створкой сквозняк, наклонившись вся, ива в поклоне рекою умытая, боль беспредельная, зло неприкрытое, минут лета, зимы, след мой останется, сердце твоё, узелками затянется, память о юном, о прожитом, нажимом. Годы, минуты, секунды, всё важно. Из бумаги наше благополучие, из картона стены родного города мы ворвались кем-то плохим наученные и сожгли всё. Парой коктейлей Молотова, не умея голод протеста вынести, поедали всё, что содержит заговор. С пониманием собственной справедливости посылали школы власти за бугор, за идею, с криками и скандалами воевали, после устроив праздники. В это время те, кому власть отдали мы, не стесняясь, нас по земле размазали и покинув, прежние страны развалены, проживая, в новой, который год уже стали теми, раньше с кем воевали мы, вразумляя, местных парней и девушек на бестолку. Не постучатся к мысленных, кто не сгинет, может и образумится. Мы ведь тоже были максималистами, уничтожив будущее на улицах молодые, вечно стремятся к гибели. Умный довод, выстояв на посмешище, чем общаться, лучше с собаком выгулять, заодно проверив бомбоубежище. Ты целуешь предательские крылья, что в обиде досадной сорвало, оправдавшись бездарные жесты, собирала из бусинок милых вдохновение святой талисман, привлекая искусство блаженство кружевных и молочных горошин, что касались сплетением спины живописные блики наиди. Если бисер на нитку нанижешь, будут крылья стихов спасены, по поэзии редкие нити, поцелуй обновленные крылья, защити обнаженность плечей раним солнцем, исходя на теле, и не бойся ночного рассвета, от свечения ночи горячей, видишь, строчки потеплели. Сижу у костран, из него льдется пламя, оно меня греет, не позволяет жить, но тепло не вечно, оно в конце закончится, но с него будет только острый холод, и только после века, и после завтра он вскорит вновь, сжигая все обиды, пламя нам нужно, хоть души, сердца и разум, без него жить нельзя, иначе холод тебя обесточит. Посмотрите, посмотрите, он танцует, он танцует на снегу совсем босой, в этом бешеном угаре, на него смотреть люблю, в этом бешеном угаре, он так девственно простой, он не видит, он не слышит, и ему не нужно глаз, в этом бешеном угаре он танцует, не для нас, и ступая боса в снег, он не чувствует тепла, но и холод не боится, в его сердце холода, то ли плачет, он захлеб, выдыхая точно в ритме, то ли радостно смеется, отражая все лучи, но никто его не знает, догорает его Рим, никто правды не узнает, так что дальше, друг, пляши, посмотрите, посмотрите, он танцует на снегу, он танцует, он танцует, как же горе снаему, его сердце разрывают, как снаряды холода, посмотри же, он танцует, он танцует для тебя, помоги мне, пожалуйста, быть, помоги мне остаться телесной, в духоте тошнотворной и тесной, надоедливой струйкой воды, разъедающей сломанный кран, истанчившись не стать, дай мне воздуха преодолеть непроглядную взвесь постоянства без отчетной тревоги, лекарство, продолжение в завтрашнем дне, капни в чай, чтобы стал хэппи-энд вероятней на треть, научи говорить на своем языке недвусмысленно ясно, чтобы первопричинная разность не коробила жгучим клеймом, трансформируя в яростный спор каждый глупый вопрос. Я слабею, а ты раздражен, я слабее, чем хочется верить, между нами дубовые двери, запечатанные на засов, и к земле прибивают долги, обещания свои. Помоги мне, пожалуйста, быть, не цепляться за каждое слово, чтобы ладиной отполирован устоялся наш крохотный мир на фундаменте общего да, лишь бы не опоздать.